МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строевой шаг, стрельба из оружия, ношение формы – самые распространённые ассоциации с профессией военного. Однако вместе с заветными погонами выпускники военных вузов получают разнообразные специальности. И у молодых людей, желающих связать свою судьбу с армией, на самом деле широкий выбор, и каждый сможет найти себе что-то по душе. 16 декабря 1991 года Казахстан не только обрёл долгожданную независимость, но и начал нелёгкий путь развития сильного и суверенного государства. А ведь нам предстояло не только устранить экономический хаос, не просто уцелеть, но и отстоять целостность нашей территории. 7 мая 1992 года было сформировано три вида вооружённых сил республики – сухопутные войска, силы воздушной обороны и военно-морские силы. Следующим шагом было решение вопроса подготовки высококвалифицированных кадров для новой армии. Так был взят курс на развитие высшего военного образования в стране. От качества подготовки офицеров и сержантов зависит однозначно обороноспособность и боеспособность нашей армии. От того, насколько качественно мы подготовим специалистов, насколько они будут соответствовать тем вызовам и угрозам, которые у нас существуют, насколько они смогут профессионально обслуживать эту технику и эксплуатировать её – это все факторы, которые зарождаются именно в военных учебных заведениях. Сегодня в стране функционируют четыре вуза Министерства обороны. Военный институт сухопутных войск. Военный институт сил воздушной обороны имени Бегельдинова. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи. Национальный университет обороны имени первого президента Республики Казахстан. Лидера нации. В соответствии с требованиями времени под эгидой Национального университета обороны выстраивается единая система военного образования, которая включает полную цепочку обучения – бакалавриат, магистратура, докторантура. Военный институт сухопутных войск, расположенный в Алматы, готовит специалистов для самого многочисленного вида войск Республики. Это офицеры воздушно-десантных, мотострелковых, танковых, инженерных, бронетанковых и автомобильных войск. Артиллеристы – офицеры воспитательных структур. Кроме того, институт готовит военных переводчиков. Классы, лекционные аудитории, учебные лаборатории института оснащены всем необходимым оборудованием. В учебном процессе применяются современные технические средства обучения. В институте восстановлены тренажеры, которые позволяют будущим офицерам без выезда на полигон отрабатывать практику вождения военной техники и ведения стрельб. Есть такое понятие – танковый биатлон. В этом году эти соревнования были проведены в Российской Федерации. И если вы слышали, в танковом биатлоне наше подразделение заняло второе место. А это очень высокое место, потому что там присутствовали такие страны, как Российская Федерация, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Китайская Норвина Республика, страны Ближнего Востока. То есть я считаю, это большой показатель. У нас есть будущее в этом направлении. Во время занятий, во время учений мы стреляем со штатной стрельбой калибром 125 мм. Норжигит Курбанов – курсант третьего курса, будущий танкист. Он любит свою профессию и рад тому, что может быть гордостью своей мамы. В этом году Норжигит впервые прибыл в Астану для участия в военном параде в составе института. Учеба в военном институте сухопутных войск мне очень даже нравится. И я доволен, что поступил в этот военный вуз. Мне когда говорили в военкоматке еще, какие есть там профессии, и мне сказали про профессию командно-тактических танковых войск. И эта профессия у меня не выходила из головы. Без этого танка, без запаха внутри экипажа, меня тянет к этому мощи. И вот сами посмотрите, даже вот за мной стоит танк Т-72Б. Танковые войска являются основной, главной ударной силой в вооруженных силах Республики Казахстан. Мир не стоит на месте. И наряду с динамичным прогрессом, к сожалению, появляются и новые угрозы. Если раньше государством угрожали прямые военные действия, то сейчас к ним добавились и другие методы подрыва государственного строя. Информационные и психологические войны, а также новые методы ведения войн. И, конечно, выпускники военных вузов Казахстана должны знать все методы противодействия. Мы начинаем подготовку кадров именно для ведения современных войн. В первую очередь, это те операции, которые проводятся в горной местности, в горских условиях, потому что сейчас, в настоящий момент, именно такие войны происходят на международном поприще. Естественно, в этих условиях мы начинаем менять формат нашего образования, подготовки наших кадров. В физической подготовке курсантов уделяется особое внимание. При этом институт имеет богатую материальную базу. Спорткомплекс с залами для гимнастики, тяжелой атлетики, рукопашного боя, спортивных игр и другие спортивные сооружения. Среди курсантов института 6 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и более 70 спортсменов 1-го и 2-го разрядов. В наше время о необходимости содержания армии никто уже не спорит. Совершенно ясно, что в современных условиях любой, даже самой мирной стране нужна надежная оборона. Кроме сухопутных, Казахстан имеет и водные границы по Каспийскому морю с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Россией. Наши дружеские отношения с ближайшими соседями, а также отсутствие прямого выхода к Мировому океану, отчасти стали причинами малочисленности казахстанского военного флота. При этом важность защиты казахстанской части Каспийского моря сложно переоценить, ведь в регионе сосредоточена значительная часть запасов минеральных ресурсов. Поэтому Министерство обороны ежегодно готовит специалистов для военно-морских сил. Слава Цзба, Брзалар! Слава Цзба, Брзалар! С целью подготовки кадров в городе Актау был создан учебный центр военно-морских сил, который обучает младших корабельных специалистов и специалистов береговых подразделений. В данный момент готовим младших корабельных специалистов по специальностям штурманская и электромеханическая служба, ракетно-артиллерийское вооружение корабля, радиотехническое вооружение и миноторпедное вооружение надводных кораблей. Основной контингент курсантов центра – военнослужащие контрактной службы. Большинство из них до заключения контракта проходили срочную службу в подразделениях сухопутных войск. Поэтому прежде чем приступить к службе в рядах ВМС, они обучаются корабельному делу и основам корабельной практики в течение нескольких месяцев. Практические занятия проходят на кораблях, дивизионно-разводных кораблей. Практическая часть в учебных центрах также проходит на учебно-тренировочной станции по борьбе за живучесть. Там отрабатываются приемы борьбы с водой и с огнем. Учебно-тренировочная станция полностью имитирует корабль у обучаемой, и там проходят занятия. Внимание, внимание! Учебно-аварийная тревога! Возгорание электродвигателя постоянного тока! Возгорание электродвигателя постоянного тока! Выход в море сопряжен не только с романтикой, но и с определенным стрессом. Ведь вода — это природная стихия, которая так или иначе сильнее человека. Любые форс-мажорные ситуации на корабле могут вызвать панику и страх. Поэтому курсанты Центра должны отрабатывать все действия до автоматизма, еще находясь на суше. Все наслышаны о внезапных нападениях, о немецких танковых клиниях и армадах бомбардировщиков. Но мало кто знает одну из главных причин горьких поражений 1941-го — потерю связи и, как следствие, управления войсками. Ценой невероятных усилий и огромных потерь военные связисты обеспечили управление войсками в битве под Москвой. И вермахт потерпел первое серьезное поражение. Работа связистов не так зрелищна, как работа военных моряков или танкистов. Она, в принципе, незаметна окружающим, особенно если связь работает бесперебойно. Связистов часто называют бойцами невидимого фронта, а линии связи — нервами армии. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, расположенный в Алматы, был образован на базе военного факультета Академии гражданской авиации. С тех пор институт выпустил более тысячи связистов, специалистов противовоздушной обороны. На одном из совещаний глава государства, верховный главнокомандующий, поставил задачу о подготовке кадров в Республике Казахстан. В 2002 году мы набрали полноценный первый набор. Институт является многопрофильным, готовим по десяти специальностям. На сегодняшний день наши специальности являются востребованными. Это такие специалисты, как для войск противовоздушной обороны, военно-воздушные силы, противовоздушной обороны сухопутных войск, связисты, защита государственных секретов. Вот такие вот основные специальности. Ежегодно в Астане проходит грандиозное событие — военный парад. Когда весь казахстанский народ может убедиться в боеспособности и мощи своей армии, зрители видят, как четко и слаженно машины и боевая техника проходят по главной площади страны. Удивляются, как синхронно военные летчики выполняют свои действия в небе. Немногие знают, что в этом есть и заслуга военных связистов и радиоинженеров. Братья Талгат и Ирлану Тегуловы, выпускники военно-инженерного института считают, что патриотом должен быть каждый, кто родился в Казахстане. Получив аттестат об окончании школы, братья изъявили желание отдать долг родине. Срочную службу Талгат и Ирлан проходили в бригаде связи. Работа бригады настолько понравилась братьям, что после окончания службы они твердо решили стать связистами. Теперь они с гордостью носят офицерские погоны и служат в двух разных уголках нашей Родины. Ирлан – начальник связи Талдыкорганской десантно-штурмовой бригады специального назначения. В далеком 2003 году, в ноябре месяце, призвались добровольно, хочу заметить, добровольно. Сами пришли за предписанием. Около 12 лет уже преданы именно этой специфике связь, потому что без связи нет управления войсками. Соответственно, связь, поддержание связи всегда должно быть на высшем уровне. Приказываю совершить марш в пункт постоянной дислокации, станция 40-я, Вячеславка, Волгодоновка. При совершении марша соблюдать дистанцию 50 метров, скорость движения 40 км в час. Талгат работает в столичной десантно-штурмовой бригаде командиром роты связи. Во время парада он выполнял обязанности начальника узла связи лагерного сбора. Талгат может служить примером настоящего офицера, который отличается не только на службе. Ведь он – хороший семьянин. Как признается Талгат, он мечтает, чтобы его сын также носил погоны. Поэтому он воспитывает в нем все качества, присущие настоящему офицеру. У нашего сына есть большая, сильная любовь к поездам. Я планирую отдать такое направление в армию, в АСО, то есть военные сопровождения, то есть эшелоны, связанные с поездами. Вот эта вся техника, которая прибыла для участия на военном параде, пришла военным эшелоном. Ала-Жасад поступит в Жасулан или еще в какое-либо учебное военное заведение, отучится. И, в общем, планируем, чтобы он тоже пошел по столам родителей. Моя мечта с самого раннего детства – это было участвовать в параде. Я участвовал в первом параде в качестве роты барабанщиков в школе. Я был очень рад. Наша коробка была первой, которая проходила мимо трибуны президента. Я мечтаю о том дне, когда в звании офицера я пролечу над главной площадью нашей страны, Хазахьеля, уже в составе летного экипажа. Военный институт сил воздушной обороны имени Бегельдинова, расположенный в Актубе, осуществляет подготовку специалистов фронтовой и армейской авиации, штурманов, бортинженеров и других специалистов. Институт был образован в 1996 году на базе летного училища гражданской авиации. Профессия военного, она предусматривает беззаветную преданность человека своему делу, вплоть до того, что он готов отдать за это свою жизнь. Военный летчик – это в первую очередь патриот свою родину. То есть, знаете, он будет не просто биться, он не просто будет там умирать, он будет побеждать в первую очередь. И это вот в течение четырех лет закладывается в нашем институте. Министром обороны было принято решение о том, чтобы развивать нашу учебно-материальную базу и именно учебный аэродром, чтобы у нас был он не полевой аэродром, а был уже стационарный. То есть, это была искусственная взлетно-посадочная полоса, магистральные рулежные дорожки, значит, места стоянки авиационной техники, ангары, вот места для проживания личного состава, учебные классы. Практической подготовке курсантов уделяется большое внимание. Каждый год в программе обучения увеличивается количество практических занятий. До 2008 года обучались только два года, и норма была порядка 30-40 часов. То есть сейчас они уже начинают обучаться, то есть летная практика у них три года идет. То есть со второго курса они уже начинают летать. На четвертом курсе уже у них налет составляет около 50-60, может быть, и больше часов. То есть они уже выпускаются подготовленными командирами экипажей. Конечно, полеты – это всегда романтика. Возможно, поэтому для многих молодых ребят профессия летчика – это не просто престиж, это мечта, которую они сами воплощают в реальность. Долгое время я думал, что военные летчики – это очень сложная профессия будет. Но после того, как я поступил сюда, я понял, что это вполне по силам. И каждый, кто имеет огромное желание, имеет знания, может стать военным летчиком в будущем. Национальный университет обороны – предмет особой гордости нашей страны. Ведь он нацелен не просто на качественную подготовку управленцев в вооруженных силах. Он в большей степени нацелен на повышение престижа военного образования, его модернизацию и развитие военной науки. Университет призван стать центром подготовки компетентных военных профессионалов. Национальный университет обороны должен готовить не только военных специалистов, но и мыслящих, военных, владеющих знаниями не только в военной области, но и в области юриспруденции, вопроса экономики. И вообще национальный университет обороны должен стать примером не только для военных вузов, но и для всех гражданских вузов. Национальный университет обороны имени первого президента Республики Казахстан, лидера нации, это единственный университет в Центральной Азии, который готовит военные кадры для оперативно-тактического, стратегического и оперативно-стратегического звеньев управления. Со дня образования университет окончили около тысячи слушателей, которые сейчас служат в вооруженных силах республики, в других войсках и воинских формированиях. Так как я поступил в Национальный университет обороны должности преподавателя, обучаюсь по специальности военнообразования. Здесь учат теории, мастерство преподавательской деятельности, которую по окончании этого учебного заведения я должен преподнести и дать эти получше знания будущим официантам. Развитие военной науки – один из приоритетов военного образования в целом и университета в частности. При Национальном университете обороны функционирует научно-исследовательский институт, который состоит из двух основных лабораторий. Мы находимся в группе сканирования. Здесь установлена установка объемного сканирования Smart Edge 3D. Предназначена она для сканирования и оцифровки объектов с помощью подачи структурированного света. Ну, уже готовая модель, которую наш оператор подготовил, исправил и внес коррективы какие-то, можете продемонстрировать на экране. Это безоткатное устройство нашего магистранта, выпускника прошлых лет, которое уже используется в вооруженных силах в настоящее время. Казахстанская система высшего военного образования еще не достигла апогея своего развития и становления. Она все еще мобильна, развивается, реагируя на вызовы времени. Однако уже сегодня можно сказать, что...